Проекты в сфере туризма и развития бизнеса могут быть реализованы в Ненинском округе и приграничных странах на грантовые средства программы «КолАрктик». Об этом в интервью телеканалу «Север» рассказала руководитель российского офиса программы Юлия Коршунова. Для тех, кто хочет поучаствовать во втором раунде подачи заявок, в столице региона в эти дни проходит обучающий семинар. Напомню, программа приграничного сотрудничества «КолАрктик» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам пограничных территорий восьми регионов из четырех стран. В России это инициативы Ненинского автономного округа, Мурманской и Архангельской областей, Финляндии, Лапландии, в Норвегии – губерний Финмарк, Тромс и Нурланд, в Швеции – губерний Норрботтен. Второй раунд подачи заявок на «КолАрктик» стартовал в конце июня и закончится 29 сентября. Времени осталось крайне мало и тема, но ценнее. На семинаре потенциальные участники программы из Ненинского округа получат исчерпывающую информацию и индивидуальную консультацию по своим проектам. К слову, проекты должны отвечать ряду определенных требований. Одно из главных – приграничное сотрудничество. Это именно та цель, на которую выделяются средства. Другими словами, проект должен быть реализован совместно с партнерами из стран-участников программы и, несомненно, должен способствовать решению общих задач. Одна из организаций будет ведущим партнером, который будет подавать заявку. Остальные организации будут партнерами. То есть для участия в программе у вас должны быть партнеры из партнерских стран. По крайней мере, один партнер из стран ЕС – это Финляндия и Швеция – и один партнер из России. Во втором раунде подачи заявок к рассмотрению принимаются заявки, направленные в том числе на развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение доступности регионов, развитие устойчивых, в том числе к климатическим воздействиям, сетей и систем транспорта и связи. Как отметила Юлия Коршунова, руководитель российского офиса программы, грантовые средства, которыми располагает «Кул Арктик» – это государственное средство четырех стран – в России, Норвегии, Швеции, Финляндии, а также Европейского Союза. И на фоне других фондов, которые выдают безвозмездные гранты, средства «Кул Арктик» достаточно существенные – в среднем от одного до трех миллионов евро на каждый проект. Получить их попытаются и жители нашего региона. Действительно, есть проектные идеи неплохие, достаточно ценные, жизнеспособные. Пока не могу сказать, какие, потому что это секрет. Хотя бы сферы. Сферы – это туризм и развитие бизнеса. Поэтому мы очень рассчитываем, что действительно во втором раунде количество и качество заявок, представленных от Нинского автономного округа, конечно, существенно возрастет. Программа приграничного сотрудничества «Кул Арктик» действует с 2014 по 2020 годы. Первый раунд подачи заявок состоялся весной этого года. Третий раунд, по предварительной информации, пройдет в апреле-июне 2018. Представители «Кул Арктик» надеются, что к этому моменту у жителей программных регионов появится больше интерес и ценные проекты. На сегодняшний день Нинецкий округ дважды участвовал в программе «Кул Арктик» в качестве партнера. Это были международные проекты по переработке оленьих шкур и внедрению ветроэнергетических установок.